МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Омск – город хоть и солнечный, но не самый тёплый. Впрочем, это не мешает агрономам каждое лето создавать на его улицах пышные цветочные клумбы. Валентина Хлебович помнит город, когда на его улицах не то что цветов, деревьев-то толком не было. Она родилась в 30-м, в прошлом году отметила свой 85-й день рождения и почти всю свою жизнь она проработала, по её словам, в самом лучшем месте среди леек, цветов и ящиков с рассадой. Теплицы не было. Когда я пришла на работу сюда, это был 57-й год. Я теплицы не было. У нас была теплица на учхозе. Ну, это история, как говорится. Ну, в общем, не было её. А потом построили теплицу, и я не уходила, не кула. И перешла в эту теплицу, и вот работаю я теперь здесь всё время. И должность как была агроном, ну, правда, было по деревьям. Древесная культура была в моём ведении. А потом я поменяла. Значит, перешла на цветоводство и вот до сих пор всё это. На протяжении вот уже без малого 60 лет каждый день Валентина Андреевна заботится о том, чтобы на территории старейшего в России учебного заведения Аграрного университета было красиво. Её силами выращены миллионы цветов, её руками посажены сотни деревьев. То, что все эти годы радуют глаза о мече, её работа, любимая и единственная. Никакой другой жизни Валентина Андреевна себе не представляла. Может быть, признаётся она, не приучила её жизнь мечтать. Родившаяся 85 лет назад, она пережила почти все потрясения 20 века, первым из которых стала война. Я ещё училась поначалу сразу во время войны, в 9-й школьной, в 8-й сходе. Ну, там поля тоже были же, уже институт всё это работало. И поэтому рабочая сила какая была. И нас организовывали, выводили на поля, на уборки, на сбор всяких разных урожая и прополки. Так что мы работали. А тогда просто даже об этом я и не задумывалась, я и не помню, что бы. Вот что надо делать было по ходу жизни, то и делали. Заставляли, просили, и сами даже старались. Это очень трудно было. Это уже всем понятно и всё. А тем более у нас было 8 детей у мамы. Так что трудность, конечно, понятна сразу, что она одна работала. Какие могли быть возможности, чтобы кормить, одевать, обувать и учить. Поэтому вот так втянули нас, наверное, вот это всё время военное и послевоенное восстановление. И всё это вот, вот именно мы попали, как говорится, в струю. В возраст нас, я имею в виду. Несмотря на все трудности жизни, свою молодость она считает лучшим временем. Ведь дело улыбается совсем не в модных платьях и мороженом, которое для неё было роскошью. Куда ценнее была крепкая дружба, чувство плеча, общие идеи и, главное, ощущение нужности своего труда. Тогда, вспоминает она, работали не за зарплату. Тогда молодёжь, которая помнила войну, стремилась всеми силами сделать жизнь лучше. А сейчас, вздыхает Валентина Андреевна, в быту стало куда комфортнее. А вот в главном, увы, молодые люди потеряли. На работу не загнать. В теплице трудится только одна пара помощниц, которым она и передаёт свои поистине бесценные знания. Девчонки, оттуда желтела очень много листочков. Давайте. Только не это. Не всё? Девочки, не облавывайте сильно. Аккуратно. И выбирайте только те, которые уже, как говорят, потеряли всякую жизнь. Среди цветов Валентина Андреевна буквально расцветает сама. В яркой кофте среди зелени она, как сибирская роза. И, как положено этому цветку, Валентина Хлебович – женщина с характером. Не колючим, но требовательным. Вот девочки мне первым делом сказали, она, говорит, Валентина Андреевна, очень строго и требовательна. Когда-нибудь. А как по-другому? Молодёжь-то, они, видите, какая-то студентная. Поэтому для них, может быть, и кажется, что с ними так. Я-то поступаю так, как надо, а они ещё только начинающие. Может быть, и мы-то с ругостением. А типа потом, теперь с ним молодёжь, и даже не очень я там, между нами говоря, да? Без этого нельзя. Обязательно надо. Какой-то всё-таки порядок. Благодаря такому щепетильному подходу вот уже десятки лет на территории университета клумбы неизменно радуют глаз. Здесь каждый цветок выращен ею. Это сейчас тут всё белым-бело. Но скоро лето, любимая пора Валентины Андреевны, и вдоль дорожек распустится герань. Но даже зимой можно оценить, как много здесь сделано её руками. Ну вот эту и тую сажали мы, да. Вниз которой идут ёлочки, которые вот по дороге. Которые охраняют под Новый год. Да, вот их всё равно не крадут. Рубят под Новый год. Прогуливаясь по самой старой аллее университета, этим липам уже давно за сто, Валентина Андреевна здоровается почти с каждым прохожим. Здесь её все знают. А она знает каждую местную тропинку. Она никогда не уезжала из Омска, не была на море и не бродила по столичной мостовой. Здесь училась, здесь же работала. Правда, с мужем познакомилась всё-таки не на этих аллеях. А где встретились-то? С кем? С судьбой своей. Ой, где? Ну, он, правда, у меня не в институте учился. Ну, просто познакомили, по-моему, нас. Цветы дарил? А как же? Куда деваться? Им было. Хотя в то время не очень это как-то было. Не очень принято, да. Не так, как сейчас, конечно. Но даже сейчас она не любит срезанные цветы, быстро вянут. Поэтому если дарить ей букет, то лучший застар, красивые и стоят долго. Валентина Андреевна до сих пор переживает о том, как выглядят городские клумбы. Своё звание города-сад Омск получил на её памяти. Она видела, как решалась, что и где садить. Её учитель тогда подбирал, что будет расти на улицах. Почему на улице города у нас так мало дубов или вот туи? Ну, дубы, я не знаю, они не были в моде, во-первых. Во-вторых, они очень медлительно растут поначалу. А что значит озеленение? Надо, чтобы сразу было красиво и сажали более-менее такие, скажем, уже возрастные. Поэтому, по этой причине, наверное. А вот это всё, это всё нашими вырастено в наших питомниках, вот где наша территория. И оттуда брали. И была возможность, и покупали где-то. Та ответственность за своё дело, которую юная Валя увидела в педагоге, навсегда определила её подход к работе. И пусть в ведении Валентины Андреевны не весь город, а только городок, она каждый год переживает за рассаду, которая плохо всходит, и цветы, которые почему-то вянут. Ей не нужно ни похвалы, ни благодарности, ни награды. Ей важно, чтобы её работа, несмотря на погоду и нехватку помощников, была сделана хорошо и вовремя. Это её вклад в красоту этого мира. Это то, за чем она живёт. Вы для нас, конечно, молодых, уже понимаете, что вы герой. Да какой герой? Да какой герой? Труда. Ну, а труда только. Ну, может и так, но я, например, вот почему-то как-то даже вроде как и обижаюсь. Ну, что это такое? Вот только и говорят, да уже пора, да уже хватит. Да говорю, отстаньте вы с меня. Я знаю, когда мне хватит работать. Пока я работаю, я живу. А как только я сейчас в доме, я всё. Я не могу в выходные просидеть дома. Я обязательно сюда еду. Вот и сейчас девчонки будут, это, четыре дня, пять. Я обязательно сюда появлюсь. Ну, как можно оставить вот это всё. Нет, конечно. Так что я не сидячая дома. Нет, не хочу. Её работа не была сбывшейся мечтой. Валентина Андреевна просто делала то, чего от неё просила время. И навязывать свою волю жизни она не стала и не считает, что в чём-то себя обделила. Но бывает, что событие определяет судьбу человека. И порой это момент, когда он оказывается между жизнью и смертью. Во имя жизни других. 3 февраля, 11 часов вечера. Горит небольшой частный дом на улице 4-й Восточный спуск. Языки пламени вырываются из-за решетчатых окон. Даже опытные пожарные не могут зайти внутрь. В это время у соседей, закутавшись в тёплое одеяло, сидит 11-летний Артём Шуленков. Всего несколько минут назад он совершил поступок, достойный настоящего мужчины. Мы смотрели с братом и сестрой мультики по телевизору. Выключился свет. Я сообразил пойти до счётчика, что-нибудь там починить. Ничего не чинилось. Я вышел в коридор. У меня там горело. Я взял брата и сестру. Сестру окутал в одеяло. Брату я дал свою куртку, и мы выбежали за помощью. На тот момент в доме ещё оставались взрослые. Накануне мама привела гостей. Два их мужчин, а сама отправилась в магазин. Артём несколько раз возвращался за ними в горящий дом. Искал, звал. Безрезультатно. Огонь быстро распространялся по ветхому зданию. Взорвались баллоны с газом. Вызванные соседями пожарные боролись с огнём почти полтора часа. Когда мы подошли к дому, я уже понял, что очень мало шансов выжить внутри. Это подтвердилось, как видите, результат такой был. Шансов бы не было у детей. Он молодец, он сориентировался, он не испугался, у него не было шокового состояния, что он там ступор не впал никакой. Просто молодец. Сотрудники МЧС говорят, что в таких экстремальных условиях не каждый взрослый смог бы принять правильное решение и быстро оценить ситуацию. Но 11-летний школьник проявил настоящее мужество и рисковал своей жизнью и здоровьем ради близких. Сам Артём говорит, что прежде всего думал не о себе, спасал самое дорогое – брата и сестру. Не считаешь, что ты герой? Нет. Любой другой был на моём месте, так же бы поступил. Особенно брат и сестра. Это родные дети. Братья и сестра, они родные. Классный руководитель Артёма Людмила Владимировна говорит, что он всегда был скромным, отзывчивым мальчиком. Только высоких результатов в учёбе у него никогда не было. Он выделялся другим – своей добротой и готовностью в любой момент прийти на помощь. Вообще ребёнок очень добрый. Он порядочный. Во всяком случае, он никого не предаст никогда. Работать он любит. То есть субботники, воскресники, доску помыть. Вот, в общем-то. Лидером в классе… Ну, он не лидер в классе, будем так говорить. Ну, друзья вот дружат с мальчишками, играет. Мальчик, который любит заниматься спортом. Но в меру того, что семья неблагополучная, то есть мало финансовая, то есть нет никакой поддержки, ребёнок играет в хоккей, в футбол, вот только на школьном стадионе. То есть, ну, на физкультуру ходит, с уроков он не сбегает. То есть мальчик такой вот аккуратный всегда ходит. Я бы не сказала, чтобы вот как-то он что-то нарушал где-то. Нет, в таких семьях вот чаще всего, наверное, всё-таки срабатывает инстинкт. Ну, конечно, брат с сестрой – это святое. Людмила Владимировна за годы работы в школе заметила, что именно дети из так называемых неблагополучных семей в случае беды чаще проявляют смелость, неравнодушие и способность к самопожертвованию. Их словно сама жизнь закаляет. Артём из таких. У нас даже вот как бы с сожителем частые скандалы происходили из-за того, что он пьёт. То есть я обращалась и в полицию, чтобы как бы его выгнать, мне никто в этом не помогал. И то есть Артём за меня всегда заступался. Он прям его и палками бил, как бы не трогай мою маму, что он такой мужественный ребёнок. Сейчас Артём со своей семьёй живёт у родственников. Но в ближайшее время его мать обещает найти для детей достойное жильё. Вещи и одежду для погорельцев собирали в школе номер 13, в которой учится Артём. Здесь же состоялось и награждение школьника. На торжественной линейке начальник главного управления МЧС России по Омской области Владимир Корбут вручил маленькому герою почётную грамоту и игрушки. Подарите такие вот игрушки детские. Я надеюсь, что вот эти компьютеры, все знаете, они очень ему пригодятся, им пригодятся. Поэтому заботься расти сильным здоровым. Директор школы Марта Павлова с гордостью поделилась с журналистами, что раньше у них учился и бывший главный спасатель Омской области Сергей Куянов. Теперь появился ещё один герой. Для своих одноклассников он уже пример для подражания. Он вытащил детей в безопасное место. И он не испугался, побежал заново в дом будить отчима и дядю. Сам Артём не ожидал такого внимания к себе. Он признался, что в тот день ничего не боялся, а на награждении в актовом зале разволновался. Сожаления есть, переживаю. Страшно теперь. Тогда было не страшно, сейчас страшно. Скажи, пожалуйста, ты уже знаешь, с кем ты встаешь? Пожарным. Почему? Ну, судьба подсказала. В ближайшее время Артём Шуленков может получить одну из главных наград российских спасателей. Медаль за отвагу на пожаре. Соответствующие документы и наградные материалы уже отправлены в МЧС России. А главный спасатель Омской области Владимир Корбут официально предложил маленькому герою после завершения учёбы поступить на службу в спасатели. Такие люди здесь всегда нужны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»